Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Пеньков Даниил, и в своем докладе я сделаю краткий обзор моделей грунта Hypoplastik и Generalize Hardening Soil, а также проиллюстрирую их применение расчетом котлована. Я начала рассмотрим модель гипопластичного грунта. Это целый отдельный класс моделей, которые характеризуются нарастающей нелинейностью. То есть, в отличие от упругопластичных моделей, деформации в них не раскладываются на упругую и пластическую составляющие, а модель не использует в явном виде поверхность текучести. Тем не менее, данный вид модели способен оценивать все основные аспекты поведения грунта, такие как нелинейная работа в различных диапазонах деформаций, зависимость жесткости от напряженного состояния и т.д. Изначально была разработана так называемая основная, базовая гипопластичная модель. Примечательно, что модель представлена двумя разными наборами характеристик для связанных грунтов и для несвязанных грунтов. Характеристиками модели связанного грунта мы познакомимся более подробно на следующих слайдах, так как рассмотренный в докладе пример посвящен модели именно связанного грунта. Здесь же буквально одной строкой пробежимся по характеристикам несвязанного грунта. Так, для описания компрессионной кривой несвязанного грунта служат такие характеристики, как HS и N. Также в модель заложены коэффициенты пористости, которые соответствуют самому плотному состоянию, критическому состоянию и самому рыхлому состоянию, а также коэффициент пористости при естественном сложении. Коэффициенты α и β необходимы для калибровки кривой трехосного сжатия. Логическим продолжением базовой модели явилась гифопластичная модель с учетом концепции межзерновых деформаций, которая позволяет добиться более корректной работы модели в области малых деформаций, что делает ее пригодной для решения динамических задач. Модель была расширена за счет дополнительных характеристик, которые можно получить путем обработки результатов динамических испытаний и путем их последующей калибровки. Переход к этой модели осуществляется путем выставления параметра M отличным от нуля. Первые две характеристики ФИЦЕ и ПТ являются общими для обеих моделей грунта, связанного и несвязанного. ФИЦЕ – это критический угол внутреннего трения, который можно определить по результатам консолидированно дренированных или же консолидированно недренированных трехосных испытаний, либо при помощи срезовых испытаний. Также создатели модели указывают на возможность определения ФИЦЕ как угла естественного откоса для несвязанного грунта. Способ определения показан на рисунке слева. ПТ – это также всем хорошо знакомая характеристика – давление связности. Для базовой гипопластичной модели его рекомендуется принимать равным нулю. Следующий блок характеристик посвящен уже исключительно связанному грунту. Слева на слайде приведена компрессионная кривая, представленная в осях натуральным логарифм П, где П – это среднее эффективное давление, натуральным логарифм 1 плюс Е, где Е – это коэффициент пористости. Также на слайде приведено уравнение, описывающее компрессионную кривую. И по сути оно представляет собой уравнение прямой, где лямбда со звездочкой – угловой коэффициент линии компрессионного сжатия в осях натуральным логарифм П, натуральным логарифм 1 плюс Е. А Н – это ординаты графика при коэффициенте пористости, равному своему максимальному значению. Капа со звездочкой имеет смысл аналогичный лямбда со звездочкой, но для линии разгрузки образца. Также с точки зрения понимания смысла формулы полезно разобраться, откуда берется 1 плюс Е. Нагляднее всего это можно представить в виде этой схемы, где единица – это объем твердых частиц скелета грунта, а Е нулевое – объем пустоты до приложения нагрузки. Таким образом, становится очевидно, что после приложения нагрузки изменение объема образца будет происходить за счет уменьшения объема пустот, то есть за счет изменения коэффициента пористости. Таким образом, по сути, по оси ординат на графике слева отложено не что иное, как изменение объема. Параметр R определяется путем калибровки модели в виртуальной лаборатории SoilTest. Примечательно, что он влияет как на характер кривой трехосного сжатия, так и на характер кривой компрессии. Эффект на кривую трехосного сжатия достаточно однозначен. С увеличением R происходит сполаживание кривой трехосного сжатия. С кривой компрессии все не так очевидно. R преимущественно влияет на ширину петли кривой, но также и на угол ее наклона. На данном слайде приведены результаты оптимизации модели. Кривые обозначены голубым цветом. Красным же цветом обозначены лабораторные кривые. Хочется отметить, что в приведенном примере процедуру оптимизации не удалось провести в виртуальной лаборатории SoilTest. Так как поведение грунта при трехосных испытаниях в SoilTest явно отличалось от поведения грунта в расчетной модели. В связи с этим было принято решение проводить оптимизацию в трехосном приборе с моделированным в Plaxis 2D в оси симметричной постановке. По всей видимости данная проблема связана с тем, что модель является пользовательской и не адаптирована для применения в SoilTest. С компрессионными испытаниями же такой проблемы не возникло. Качество оптимизации кривых оцениваю как вполне хорошее. Подведем некоторые итоги касательно гипопластичной модели грунта. К ее достоинству можно отнести то, что гипопластичная модель является моделью с нарастающей нелинейностью, то есть у нее нет четкого деления на зону упругих и пластических деформаций, что и позволяет добиться почти идеального совпадения кривой трехосного сжатия с лабораторной кривой. Также учет концепции межзерновых деформаций позволяет учитывать поведение грунта при малых деформациях, что делает модель пригодной для решения динамических задач и ставит эту модель в один ряд с такими моделями как Hardened Soil Small. Также за счет таких параметров как R имеется возможность достаточно гибкой калибровки модели. К недостаткам модели можно отнести следующее. Во-первых, сложность калибровки. Да, с помощью R можно серьезно повлиять на характер обеих кривых, но поэтому же добиться их одновременного идеального соответствия лабораторным кривым достаточно сложно или просто невозможно. Поэтому необходимо выбирать, соответствие какой кривой является более предпочтительным для решения конкретной задачи. Также сложилось впечатление, что модель учитывает данные преимущественно компрессионных испытаний. Третья и, возможно, самая важная, модель пока что нестабильна, так как является пользовательской. То есть при определенном неправильном соотношении некоторых характеристик модели будет выдаваться нереалистичный результат. Перейдем к рассмотрению модели Generalized Hardened Soil. Она является результатом эволюции модели грунта с двойным упрочнением. Так, сначала была разработана модель Hardened Soil, с характеристиками которой все хорошо знакомы и они достаточно подробно описаны в мануале Plaxis. Потом она была расширена возможностью учета упрочнения при малых деформациях. Таким образом появилась модель Hardened Soil Small, которая дает возможность решать динамические задачи, а также дает более точную оценку деформациям основания. Следующим этапом развития явилась модель Generalized Hardened Soil, с характеристиками которой мы познакомимся более подробно. Первая отличительная характеристика модели Generalized Hardened Soil это Strain Dependent Stiffness, зависимость жесткости от деформации. У параметра есть два положения. 0, упрощение при малых деформациях не учитывается, и 1, упрощение при малых деформациях учитывается. То есть становится очевидным, что модель может вести себя как Hardened Soil или как Hardened Soil Small. Получить дополнительные характеристики модели Hardened Soil Small, а именно модуль сдвига при сверхмалых деформациях и пороговое значение сдвиговой деформации, можно при помощи обработки динамических испытаний. Но при их отсутствии можно выполнить приблизительную оценку при помощи формул, которые приведены на слайде. На данном слайде представлена схема, которая иллюстрирует механизм двойного упрощения грунта, который реализован в моделях типа Hardened Soil. Графически упрощение происходит за счет увеличения области упругих деформаций при выходе траектории нагружения за ее границы. Таким образом, в зависимости от направления траектории нагружения реализуется упрочнение либо по объему, увеличению упругой области вправо-вверх, либо по сдвигу, увеличению упругой области влево-вверх. Характеристика пластисисти модул позволяет отключить оба этих механизма упрочнения, если будет присвоено значение единица. При значении равном 2 будет отключено упрочнение по объему, а при значении равном 3 будет отключено упрочнение при сдвиге. Значение 4 позволяет учитывать оба этих механизма упрочнения, собственно как это реализовано в моделях Hardened Soil и Hardened Soil Small Следующая характеристика это Stress Dependent Stiffness, зависимый с жесткости от напряжений, первая строка с таблицы У нее есть три положения, первая равная 0, при таком значении модуль деформации при разгрузке всегда равен введенному значению При значении равном 1 модуль деформации обновляется на каждой фазе расчета, а при значении равном 2 модуль деформации обновляется на каждом шаге расчета Четвертая характеристика модели Generalized Hardened Soil это Stress Dependent Formula, формула зависимости жесткости от напряжений, первый столбец таблицы При значении равном 0 модуль деформации при разгрузке зависит от третьего главного напряжения и эффективных прочностных характеристик То есть формула представляет собой аналогичную моделям Hardened Soil и Hardened Soil Small При значении равном 1 зависимость от прочностных характеристик упраздняется, а на смену Е приходит зависимость от давления предуплотнения PC При значении равном 2 модуль деформации при разгрузке уже зависит от среднего эффективного давления P со штрихом и давления предуплотнения PC Отмечается, что учет давления предуплотнения позволяет получить более реалистичную картину поднятия одна котлована, что очень важно при решении подобных задач На данном слайде к результатам оптимизации гипопластичной модели, голубые кривые, добавлены результаты оптимизации модели Generalized Hardened Soil виртуальной лаборатории Soil Test, фиолетовые кривые Можно отметить, что соответствие кривой трехосного сжатия для модели Generalized Hardened Soil хуже, что связано с четким делением модели на область упругих и пластических деформаций А качество соответствия компрессионной кривой лабораторным испытаниям на достаточно высоком уровне Подведем некоторые выводы касательно модели грунта Generalized Hardened Soil К ее достоинству можно отнести то, что имеется возможность независимо включать и выключать механизмы, которые реализованы в модели Также это возможность выбора поведения модели, будь то Murkulon, Hardened Soil или Hardened Soil Small для определенных условий Также это возможность оценить влияние механизмов упрочнения, упрочнение по объему или упрочнение при сдвиге на конечный результат И, конечно же, возможность выбрать закон изменения модуля деформации при разгрузке К ее недостаткам можно отнести следующее Это четкое деление на зоны упругих и пластических деформаций, что не всегда позволяет точно описать лабораторную кривую Этот недостаток свойственен всем моделям грунта с двойным упрочнением И также, конечно же, это нестабильность Также, как для модели гипопластичного грунта, это обусловлено тем, что модель является пользовательской На данном слайде представлены параметры обеих моделей Generalized Hardened Soil слева, Hypoplastik справа, полученные по результатам оптимизации Грунты с приведенными характеристиками использовались в задаче сравнения моделей На данном слайде представлена расчетная схема размерами 50 на 40 метров С котлованом глубиной 14 метров с тремя рядами распорок Характеристики ограждения и распорок приведены в таблицах справа Длина ограждения 20 метров На слайде представлены пюры активного и пассивного давления для двух этапов разработки котлована Слева до отметки минус 10,5 метров, а справа до дна котлована, до проектной отметки В целях сравнения приведен также результат аналитического решения, фиолетовый цвет Можно заметить, что обе модели демонстрируют достаточно близкие значения А разница с аналитикой обусловлена более сложным поведением геотехнических моделей Которые учитывают то, что не может учесть аналитическое решение Например, зависимость давления на ограждение от создаваемых перемещений На данном слайде представлены горизонтальные перемещения ограждения Можно заметить, что характер перемещения ограждения для модели грунта Generalized Hardened Soil красный цвет И хипопластик синий цвет весьма схож Но значения сильно отличаются Разница в максимальных перемещениях составляет 53% для откопки до отметки минус 10,5 метров И 41% для откопки до дна котлована На данном слайде представлены изгибающие моменты в ограждении Характер для обеих моделей также достаточно близок Но модели хипопластик показывают результат до 38% больше На слайде приведена таблица с усилиями в распорках на двух этапах откопки котлована Можно заметить, что на этапе откопки до дна котлована Обе модели показывают достаточно близкие значения А на этапе откопки до отметки минус 10,5 метров Разница в результатах более существенна При этом для модели хипопластик значение усилий в распорках больше На данном слайде приведены из-за поля вертикальных перемещений Можно заметить, что гипопластичная модель демонстрирует поднятие дна котлована И осадку за котлованом в 1,5-2 раза больше, чем Generalized Hardened Soil Также модель хипопластик определяет большую зону влияния котлована Это можно связать с тем, что базовая гипопластичная модель не учитывает поведение грунта при малых деформациях Для устранения этого недостатка следует пользоваться гипопластичной моделью с учетом концепции межзерновых деформаций Подведем итоги Во-первых, модели дают прогнозы, которые сильно отличаются друг от друга Особенно это касается перемещений Разница до двух раз Что связано с тем, что базовая модель хипопластик не учитывает упрощения при малых деформациях Для этого необходимо учитывать концепцию межзерновых деформаций При этом оперы активного и пассивного давления на ограждение имеют очень близкие значения И хорошо согласуются с аналитическим прогнозом Вывод же о том, какая модель лучше описывает процесс откопки котлована Можно будет сделать только путем сравнения результатов численного моделирования с данными мониторинга Также стоит отметить, что модель Generalized Hardening Soil является логическим развитием моделей Hardening Soil и Hardening Soil Small Что делает ее более простой в освоении пользователями Которые уже знакомы с моделями двойного упрочнения Модель же хипопластик представляет собой совершенно новый класс геотехнических моделей Что требует более глубокого изучения Доклад окончен, благодарю за внимание